Добрый день! В эфире информационная программа ЯНОВОСТИ в студии Анастасия Сотникова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вчера вечером в Зеленском районе Ярославля на улице Урицкого сотрудниками уголовного розыска был выявлен факт незаконной игорной деятельности, который осуществлялся в помещении спортбара. Там было изъято шесть системных компьютерных блоков. Сейчас проводится проверка, устанавливается владелец этого имущества с тем, чтобы привлечь его к ответственности. Участники дорожного движения не всегда задумываются о том, что, садясь за руль в нетрезвом состоянии, несут ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь детей. Вчера в любимей водитель автомобиля АК с признаками опьянения не справился с управлением и съехал в кювет. В результате он и два ребенка с серьезными травмами головы госпитализированы. В Ярославле на развязке юбилейного моста также по вине нетрезвого водителя произошла авария, в которой пострадало четыре машины. Пассажирам ВАЗ-2115, среди которых были дети, оказана медицинская помощь. Сегодня Ярославль посетил музыкант, певец и композитор Андрей Макаревич. Правда, без гитары. В Доме культуры магистраль лидер группы «Машина времени» планировал провести встречу с молодыми музыкантами и творческой интеллигенцией. Однако таких пришло немного. Андрей Макаревич рассказал, что общего у музыки с политикой и поделился творческими планами. В конце недели «Легенда русского рока» презентует альбом, записанный на языке идиш. В его основу легли джазовые произведения первой половины прошлого века. Это абсолютно культурологическая акция. Продаваться эта пластинка не будет. Она называется «Идиш-джаз». Мы раскопали эти записи древние, очень скверного качества. И записали пластинку из этих произведений, стараясь сохранить стилистику и манеру тех лет. С Урала с любовью в Ярославле побывали участники экспедиции «Возвращение к истокам». Команда весельно-парусно-моторного судна «Рюрик» прибыла к нам в город из Екатеринбурга. Весь маршрут путешественники прокладывают по главным рекам России. И вот добрались по Волге и до Ярославля. Ксения Рулева познакомилась с иноземцами. Участники уральской экспедиции «Возвращение к истокам» добрались и до Ярославля. В течение четырех месяцев путешественники из клуба «Здоровье ВИТО» бороздили просторы самых главных рек России. Последний, третий этап экспедиции стартовал 10 августа. Девять человек на самодельном судне «Рюрик» отправились из Перми и до конечного пункта Петрозаводска. Ярославцы к встрече гостей подготовились тщательно и встретили уральцев прямо на воде. Нас встретили сегодня. Мы когда увидели этот корабль, дракар, который нас встречает в две яхты, мы были в восторге. Нас еще нигде так не встречали. Мы увидели своего, так сказать, собрата. И были очень рады этому. А на берегу членов экспедиции дожидались юные и опытные путешественники из Ярославского туристического клуба «Одиссей». Уральцы тоже в долгу не остались и спели для друзей настоящую казачью песню. Мы рады приветствовать команду «Урала» здесь, на нашей древней Ярославской земле. Я была в шоке от того, что все такие дружелюбные. Не то чтобы я не знаю туристов, просто обычно все такие усталы, здесь такие все «ух». Мне рассказали ребята, что они сами сделали корабль. Это меня очень удивило. В клубе «Здоровье ВИТО» экспедиции устраиваются ежегодно. Однако по воде путешественники идут впервые. Мы обычно ходили по суху, поскольку мы горцы, как мы себя называем, я сам горняк. И для нас пойти по воде, это вообще, говоря, большой подвиг. Масштабное путешествие было организовано не случайно. В этом году 100 лет исполняется Уральскому горному университету и 25 лет самому клубу «Здоровье ВИТО». Основная цель – укрепление культурно-исторических связей между Екатеринбургом и Петрозаводском. В каждом городе путешественники остаются всего на одну ночь и с утра снова отправляются в путь. Ксения Рулева, Денис Сахаров, ЯНОВОСТИ. 7 сентября 2011 года навсегда останется в памяти у ярославцев. Именно в этот день под Туношной разбился самолет Як-42, на борту которого находилась хоккейная команда «Локомотив». Каждый год близкие люди и поклонники хоккея приходят на место крушения, чтобы почтить память погибших в авиакатастрофе. В преддверии траурной даты проходят работы по благоустройству мемориала. В настоящее время они ведут комплексный уход за травой. Это подкомка, полив, подсеивание, формирование крон. Кроме этого, к 7 сентября активное участие в подготовке памятного места – это учащиеся нашей школы. Помочь в уборке мемориала приехали волонтеры, которые привели в порядок территорию памятного места. Также по просьбе родителей внутри стеклянного покрова создадут фотогалерею погибших. Мемориальные мероприятия и панихиды в поселке Туношно состоятся 7 сентября в 15.40. Сегодня мы убираем территорию памятника «Локомотива», поскольку скоро вторая годовщина со дня смерти ребят. И мы решили таким образом отдать дань тому, что все-таки это всеобщая трагедия. Город Ярославль скорбит и помнит ребят. Рыболовы Ярославля боролись за самый большой улов. В минувшие выходные в поселке Зверинце состоялся открытый кубок города Ярославля по спортивной ловле рыбы на фидер. Подобный чемпионат проводится в областном центре впервые. Подробности в следующем сюжете. Раньше такую рыбалку называли «Донной». Теперь ее переименовали в ловлю на фидер, хотя известна она еще с 19 века. Вы помните эту картину, может, первого, как он состоит? Старичок оперся о коленке, и у него закидушка с колокольчиком. Фидер значит, это слово «фид» английское «кормить». Здесь уже у этого старичка должна была висеть кормушечка. В поселке Зверинце на реке Котросль собрались лучшие рыболовы, чтобы побороться за кубок города по спортивной ловле на фидер. В соревнованиях приняли участие более 40 рыбаков из Иваново, Рыбинска, Углича и Ярославля. У каждого из них свои секреты удачной рыбалки. Секреты у всех есть, с ними обычно не делятся. Но самое главное – это точно забросить, точно забрасывать в одно и то же место, и будет результат. Лещ, платва, ясь и ерши. В основном в Котросли ловится донная рыба. Но рыбаки утверждают, что главное – это не качество рыбы, а ее количество. Ведь победителя определяли по итогам взвешивания улова. Не первостепенная задача наловить рыбу. Главное – победить всех. Вот в этом, наверное, интерес больше. Пять часов на реке были проведены не зря. Рыбаки остались довольны уловом, абсолютно не жалея о потраченном времени. Анастасия Сотникова, Сергей Мазилов, ЯНовости. Таковы новости к этому часу. Если вы стали свидетелем интересных событий, звоните по телефону 77 20 40 в редакцию программы ЯНовости. Впереди прогноз погоды с Сергеем Грибушковым, а я, Анастасия Сотникова, прощаюсь с вами. Всего доброго. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды с Сергеем Грибушковым. О погоде в Центральной России. В Москве, Владимире и Твери пасмурно до плюс 15 возможны дожди. В Костроме и Иваново облачно и дождливо, 11-13 градусов. В Вологде малооблачно и до 15 тепла. Теперь о погоде в Ярославской области. В Рыбинске весь день будет солнечно до плюс 18. А вот в Переславле-Залесском пасмурно ожидаются дожди, днем 13-15, ночью до 11 тепла. В Тутаеве переменная облачность, там до 15 градусов, без осадков. Облачные без осадков в Угличе. Днем там 15-17 тепла, ночью до 12. В Ростове пасмурно, к вечеру возможен дождь. Температура воздуха 13-15 выше нуля. И, наконец, о погоде в областном центре. В Ярославле весь день пасмурно, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью до 11. Атмосферное давление в норме. К выходным синоптики обещают улучшение погоды. До встречи на Я-24! Редактор субтитров А.Семкин